И люди, знаешь, все как бы такие сидят, как бы многие думают, ну должен же быть этот момент, который что-то вот произойдет и все поменяется. С чего вы решили, что должен быть? Ну после войны, там с чего вдруг? После выборов. Да, после выборов, друзья мои, эта логика, она однозначная, 30 лет идет логика, совершенно конкретная логика формирования общества и государства. С чего вдруг оно должно поменяться? Оно может только исчезнуть или стать успешным, или как бы там стагнировать. Значит есть у меня точка еще одна в конце, на чем-то позитивном она, да, вот как раз в продолжении твоих слов. Самое темное время перед рассветом, да? Вот тебе подозревает романтика. Еще одна точка, самая тонкая, темная перед рассветом, да, это во-первых. А во-вторых, собственно, тут только один вопрос, наступила ли вот эта вот темная самая? Я считаю, что нет никакой темной и светлой точки. Есть вот, смотри, я так беру специально, ну мы с тобой типа спорим там, да, я убираю весь этот романтизм и метафоризацию. Никакой темной точки нету, никакой нету светлой точки. Это мифы, это способы, как людей, как бы, знаешь, вот там человек потерял кошелек и мучается, он говорит, а, наверное, это самое дешевое, чем я мог расплатиться за все свои, там, было быть хуже. Вот разве успокоился? Спасибо, что взял деньгами. Да, спасибо, что взял деньгами. О чем, вот какая логика этого вы сказали? Никакой. Ну человек успокоился. А другая тоже логика, человек сидит, так, блин, хреново, ну это ж очень хреново, это ж очень темно. Но темно, оно всегда перед рассветом. Светлое будущее всегда есть, нас еще учили в Советском Союзе. Оно идет, светлое будущее, коммунизм. Поэтому надо тяжко потрудиться сейчас. Да, мы с вами при коммунизме не будем жить, но наши дети будут там жить. И они нас вспомнят, не злым тещим словом. Ну и всегда в этот момент возникал вопрос, а когда я помру, какого нахер мне разница, кто мне вспомнит? Вообще-то это как? У меня не укладывалось в голове, потому что мне приходилось либо признать, что это абсурдно, либо признать, что это очень религиозная модель, что мы живем в памяти потомков. Это в советское время говорили. То есть я как бы, блин, если это так, так это же вообще все меняет, если мы живем в памяти потомков. Это радикально меняет жизнь. Это полно всерьез в советское время рассказывали. Если ты помнишь, что мы живем в памяти потом, потому что вечной жизни нет, Бога нет. А как-то людям нужно объяснить, ради чего ты это делаешь. Если ничего нет, то вообще зачем стараться и какие-то моральные нормы, догмы. Ты делай свои интересы, реализуй прямо сейчас.